Так, начнем с чего-то более простенького. Муза. Честно, первый раз тут читаю, меня практически никто не знает. Спасибо. Спасибо. Моим пером станет ветер, холстом послужат облака, а музой будет пепел, только что сожженного письма, в котором ты не подчеркнула нужный смысл, и я не смог найти разгадку. Многоточим пусть станут листья, что полет осенью, когда было так сладко и безумно тепло. Когда с неба лело запятыми вопросами, я знаю, ты вспомнишь о повести, героями которой мы быть не смогли. Помоги, помоги сжечь мосты и беги как можно дальше. Когда будешь дома, ты мне напиши. И смысл вовсе не важен, я письмо не прочту, я его сделаю пеплом. И он станет музой, беспечной, нетленной. Вся эта жизнь бессовестная враньё. У меня нет сил слушать твоё нытьё, безумные мысли о каких-то мечтах. Говори со мной о простых вещах. Как засыпаешь с кошкой, как едешь утром в машине с открытым окошком, и вроде бы уже засыпаешь, но всегда так же яро, бежишь и мечтаешь. Представь, что... Представь, что ты в жизни, что была раньше, больше не будет. Представь, что не было того ограбления, и я не закрывал тебя грудью. Всё началось всего полминуты назад. Иди наугад, вперёд в пустоту, и иди домой, где встретишь ту, которую называешь мамой. Привыкай к обыденности, выноси мусор, готовь ужин, ведь кто-то всё это должен делать, так почему же не ты? А я буду приходить к тебе в четвёрг и субботу. И раскладывать всё по нотам, как ты любила. Только прошу, только прошу, не покрывайся картины акрилом. Всё будет хорошо, только не вспоминай о тех безумных мечтах. Обещаю, мы скоро встретимся. Говори со мной о простых вещах. Разбитая я, уже не собрать. Создавать что-то новое крайне непросто. Если хочется жить, нужно быстрее бежать. Это последний твой год высокосный. Времени крайне немного, спеши. Иди вместе с золовьиной песней. Друг, не сдавайся, дыши. В тебе ещё слишком много неизведанной жизни. Спасибо за всё. Ты дал нам так много, вот бы ещё раз прожить, чтобы вернуть тебе столько. Не сдавайся, иди. У тебя ведь сильные ноги. В тебе столько души, что позавидуют боги. Мне можно больше не верить. Закрывай двери, и я никогда уже не стану первым. По нервам и струнам. Картинам, с которыми связано что-то, обижать от всего мирного и слишком простого. По памяти просторам. Куда-то за горизонты будущих дней, чтобы никогда не вспоминать эти ссоры, при которых по стенам акварели, даже за окном. Зелёный чай, две ложки сахара. Это было без страха, но настолько по-странному. Разбитая ваза от порезы на пальцах. Я знаю, ты бы тоже сбежала, только здесь у тебя больше грации. А мне бы сквозь страны, куда-то в горы, где грохот не как у звуков оконных, где жизнь достигается только кровью и потом. И я возвращаюсь. Всё тоже, краска на стенах, осколки от вазы. Ты больше не плачешь, сказала лишь тихо, кретин. И я, обнимая тебя, посмотрев на часы, замечаю. Сейчас 25.91. Сейчас я прочитаю стишок, который в моём литературном круге общения. Все девушки у меня почему-то его просят постоянно, у меня от него немножко тошнит уже. Но учитывая, что я его в первый раз, можно его почитать. Наверное, зря всегда ставлю три точки. Я верю, что что-то изменится. Завтра мне хочется, как кошка, свернуться клубочком и поджать под себя пушистую лапу. Не суждено мне пьесу закончить. Потому что антракт за антрактом и пусть перерыв полгода меня... Ой. Пусть перерыв полгода я не смогу придумать конец, потому что всё вниз будто слалом. А мне бы даже до заката верить. Вот завтра иначе. Но во дворе дети ругаются матом, а грустные люди лицо своё прячут. Кто-то смеётся, кто-то смешон, кто-то кричит, узнавая, посмотрите, это же он. А я улыбаюсь, всегда повторяю. Вы обознались. Я не смог построить театр и поставить там пьесу. Ведь в жизни моей рваной сценарии кто-то уложит на рельсы. Да я бежал, падая с ног. Я ехал на красный, но... Поезд проехал. Ясен итог. Мечты про сцену напрасно. У меня последняя просьба. Покажешь мне крылья? Ведь это тот рай, что отделяет всю жизнь от просроченной были. Всё-таки, наверное, зря. Я всегда ставлю три точки. Верю, что что-то изменится завтра. Не хочется, как кошка, свернуться к лобочкам и поджать под себя пушистую лапу. А последняя стишка прочитать. Пол четвёртого утра. Почему ты не спала этим утром? Почему я как с дуру готов застрелиться, лишь бы уснуть? Почему ты без малейшего повода лезешь мне в голову, так что разбегаются все тараканы, выключаются свет, а мне бы гореть. Изнутри. Хотя бы чуть ярче свечи, чтобы никто не лечил, чтобы просто от меня все ушли километров на двадцать. Я бы смог это спаться. Я бы смог отдохнуть от суеты повседневной, от криков и нервов, от этой лживой любви и лжеправды, что за мои ящики крутят целыми днями. Я просто хочу по лабиринтам три дня несуществующий смысл искать. Поймите, блядь, я хочу хоть немножко поспать. Спасибо.